Земли Коминтерновского района отдаются не тем. Активисты Фонтанки и Крыжановки уже много лет борются с проблемой, но, по их словам, ничего не поменяется, пока не перезберут сельских глав. В селе Фонтанка жителям препятствуют на стадии сдачи документов. После сбора пакета документов людям говорят, что земли нет, но можно встать в очередь. В какой-то момент Рада принимает решение дать землю таким-то группам людей. Пытание, а почему же им дали, а тем не дали. А вот мы тут нашли, вот тут уявляется, есть земля. Позже, по словам активистов, пользуясь служебным положением, руководство села замалчивает о том, что земля появилась. Людям не поступает информация своевременно. Они эту информацию поддерживают до какого-то момента, а потом своим людям ее выдают. О, а мы нашли землю, а вот уже есть люди, которые ждали заявку. А эти люди дали заявку 5 дней назад, а эти люди 5 лет назад дали заявку. Подобная ситуация в соседнем с Фонтанкой селе. В Крыжановке должны выдавать жилье для бойцов АТО, но пока их расселением никто не занимается. В сельсовете же утверждают, создавать жилье для солдат средств нет. У нас есть в коммунальной собственности 2,5 гектара земли, где социальное жилье. Пожалуйста, мы сегодня готовы с депутатским корпусом под пятиэтажный дом. Пускай находят бойцы АТО инвестора и выделить эту землю и построить, пускай бойцам АТО строят дом. Однако жители села рассказывают, что земля, которую обещают не только бойцам АТО, но и другим нуждающимся, переходит во владение совершенно посторонних людей. А местные, так же как и в Фонтанке, ждут своих участков годами. Ольга Китик, Евгений Очменцев, Думская ТВ.